почему вы не переехали жить в питер или в москву и не было может быть таких каких-то мхат бдт чайка какова была ваша первая реакция утром 24 февраля какими фашистами он хочет бороться на украине испытываете ли вы какую-то ностальгию к советским временам и что хорошего оттуда вы вынесли для себя понимаете но на вранье ничего не можно стабильного построить если закончится война вас пригласят сниматься в российском кино вы поедете если закончится конечно да но если закончится война в пользу москвы я думаю что это такого не будет нет почему такого не может быть так загадить весь мир таким уроньем а и русский человек и родившийся здесь может стать президентом латвии когда-нибудь или это исключено нет но это не исключено не исключено что для этого нужно какова была ваша первая реакция утром 24 февраля когда первые крылатые ракеты упали на киев понимаете я помню и тогда наверно тоже вспомнил но никто не верил в это до крымских событий четырестом году я помню я в гостинице днем включил телевизор и первый канал российский показывал кремль и и батюшки приехали из израиля старцы человек по моему 10 7 10 я не помню спейсами и они хотели узнать поскольку шла уже большая такая демагогия какими фашистами он хочет бороться на украине и вот так я уже не помню точно какой контекст но он процитировал геббельса он сказал ну вот когда много раз повторяет в радио оно становится правда я не знаю это геббельс или этому орвел может быть кто то еще я чуть не состав со стула упала потому что кому этим людям которые интересовались какими фашистами да он будет бороться и они больше не задавали вопросов вот я помню такой наверное один раз показали такой передач но путь в архивах ищет это было четырнадцатый год по моему до всех событий изменился ли ваш взгляд на россию и на россиян после 24 февраля у меня друзья там я знаю эту страну лучше чем руководитель твоей страны и потому что я объездил все возможные от камчатки да не знаю все советский союз знаю очень хорошо то есть вы не разочаровались но это страна с проблемами но ваши друзья коллеги многие из них поддержали агрессию россии вы это знаете ну да как вы к ним сейчас какой-то корид откуда они кушают понимаете на это не имеет значения взять даже взрослые люди он же может включить интернет и посмотреть кто их кормить будет вы пытались им позвонить и спросить почему они так поступили или почему они не не разочаровываться я не звоню никому модели мне звонят иногда я отвечаю вот с этими общаюсь речь идет о том что ваши коллеги том числе михаил боярский который ваш друг он и друг путина он поддержал агрессию поддержал войну и его нет выключать десятков тысяч людей ну не такой ахти мой друг ну коллега да и я забыл о нем забыли они да то есть если вы встретите вы ему руку не подадите не знаю он хороший актер понимаете но не знаю при встрече увидим испытываете ли вы какие какую-то ностальгию к советским временам и что хорошего оттуда вы вынесли для себя понятно что критикуют советский союз все особенно в латвии но вот вы можете сказать что есть вещи которые для вас ценны понимаете на вранье ничего не можно стабильного построить и изначало для нас это было встреча с большим враньем жестокостью и так далее это сороковой год тоже это время после подписания договора рыбин с боем молотова и значит вот это вот эта секретная часть которые в общем то почему секретно потому что преступная не существует обе бумажки но есть снять и материал сверху видно что там написано но вы сейчас говорите об истории политики я имею ввиду в но это связано все это началось вот так было введены войска под лозунгом раскулачивание или как то вот можно сегодня россию раскулачивать как вы думаете вот тогда вот можно было идти сюда и раскулачивать людей как бы в июне сорок первого с 14 июня приказ держался одни сутки понимаете меня не знаю что за приказ потому что одни сутки выслали людей отсюда вывозили десятки тысяч говорят 60 но еще немцы отступая после в сорок пятом тоже вывозили людей отлавливали мой папа еле-еле ускользнул от этого и те которые были в армии за просто это вывозили некоторых семей некоторых мужчин отдельно и женщин отдельно я знаю это очень точно потому что моя жена родилась на дудинке на рильск вот там где это енисей впадает где полуостров диксон понимаете такие места и мужчин отдельно они без вести и пропали все это в общем я думаю после войны мы потеряли где-то 10 процентов населения кстати как вы реагируете на то что у вас популярным сделала и успешным российское и советское кино вот а вы неблагодарный вот как вы на это реагируете те которые это говорит они сами за продавали те фильмы и не я понимаете я могу рассказать какие ставки были да в советском союзе это такие суточные в общем-то это гонорары даже меньше в америке если где-то 100 долларов в суточные самый большой гонорар можно получить это мордюкова но на вячеслав тихонов где-то 56 рублей самая мелкая была 650 концертная страх ставка потом по моему 12 50 не знаю почему 50 13 50 16 50 там 18 что-то было там 22 или 3 потом 33 42 по моему и 56 это было виши-криши но все-таки вам предъявляют претензии не за гонорары и заставки за то что вас сделали популярную а госкино и вот эти люди которые пишут это они зарабатывали миллионы понимаете мордюкова умерла в бедности понимаете то есть в этот упрек не прямо не пользуюсь на они никто никогда не напишет спасибо за ваш талант за ваши ваши нервы за вашу молодость за ваших ну и так далее за вашу энергию которые отдали вы нам за за не за суточные и мы заработали и все но но дело же не в этом же ставки став ставка ставка самая но это жарко было но если 6 рублей а самое меньше так концертность 6 пи понимаете это но что вы отвечаете будет половина суточных понятно но вы же это же не только из-за денег у вас претензий что мало что недоплатили наверное есть какие-то другие аргументы примете надо мешать варшу упрекается в этом этот ну орган с пальцем но упрекает вот им надо спросить я не знаю пусть они мне в лицо скажет и подумая плюнуть ему в лицо обратно или нет может быть не то сделал поддерживая ту власть вот своим талантом участвуя в этом кино потому что другого не было мы жили за железной занавеси я долго детям объясняю что такое железная занавеси они так и ему по моему не поняли потому что сейчас и что хорошо что тогда не было я могу съесть любое транспортное средство и улететь уехать куда я хочу не не спрашивая ни у каких дядишек разрешение который не будет такой дяди который вы морально устойчив я один раз спросил а вы так ты что не я должен был выслушать его французский вы говорите в опять фразу бросили может быть точную может быть приблизительную что вы там нас своим творчеством укрепляли режим да вот в итоге да да вот это это да это моим мы это отвечаете преступление что вы на наград денежных как сказать это смешно недоплатили они доплатить мой позор а если по серьезному укреплять ну понимаете я участвовал интересных очень картинах и работал очень талантливыми режиссерами это абсолютно не связаны с тем с теми властями которые теми людьми которые были у власти это не посчастливилось этих людей встретить и этих артистов партнеров партнерш я в этом смысле счастлив и я на это сейчас бочку не качу понимать я не я это с благодарностью помню что то что касается это никак не связано да со стрельбой и тем погромом на территории украины если закончится война вас пригласят сниматься в российском кино вы поедете если закончится конечно да но закончится но придется сделать какой-то выбор да если закончится война в пользу москвы то есть она купила вату что я думаю что такого не будет нет почему такого не может быть так загадить весь мир таким ураньем и но россия продолжает наступление вы наверно следите за новостями и захватывает все больше и больше территории мои друзья из украины и я примерно знаю эту картину с уст свидетелей можно так сказать да это очень болезненная тема я не знаю но болезненно она интересная вот вы же общались с людьми для вас было неожиданно что те люди с которым вы общались которых считали добрыми приятелями и вдруг они за войну это шок для вас или вы предполагали что это для меня шок поэтому я однозначно не могу ответить на все это а у вас есть коллеги в украине так конечно а вы им звоните да вот с ними общаемся ну не каждый день я каждый второй третий ингеборга добку найти последнем интервью сказала что она не сумела после 2004 года увидеть перспективу 2022 и очень жалеть что она не разглядела вот эту милитаристскую политику имперскую иначе может быть она поступила бы по-другому вот для нее конечно тоже это шок и она закрыла для себя россию сегодня здесь и сейчас после оккупации крыма вы задавали себе вопрос что ситуация плохая и имперская политика она продолжает захватывать новые территории вы задавали себе вопрос или не конечно тормозов у вас тогда не было еще поначалу оказалось что это но это так как-то как-то не снимался чуть не каждый каждый лет понимать там же студия как филиал горки горки алтинская но они просто там не делали оригинальные фильмы по моему они больше были как-то услуги но 2014 год для вас не был сигналов ну не таким серьезным конечно да есть эксперты их немало говорят что если украину захватят оккупируют значительную часть следующая остановка это будут страны балтии и латвия числе них вы вы знаете об этом ну да я слышал такую еще чеченская война была как жириновский то ли он предупреждал весь мир и таким своим каким-то вот это вот это закончим здесь вот этот северный кавказ потом украина прибалтика я помню такой и его так слушать надо было прислушаться просто и действительно это было где-то 20 лет назад когда он так выступал вас это пугает что следующее может быть сейчас как так и как эту передачу понимаете с ужасом помню и что мы так наивно на деле что это просто болтовня оказывается это все всерьез до психологически и морально готовы к тому что пойдут войска на латвию что вы будете делать вы уже для себя проигрывали эту ситуацию это тоже не верится что это будет поэтому не верить ну мы сделали я баран обороны тогда это будет мировая война если нам упрекают что здесь на то и так далее нам нужна защита я думаю что не будет повтора сорокового года не будет не будет и сорок первого тоже вы говорите что повторение этой истории не будет но никто же не знал и точнее грим мало кто предполагал что крылатыми ракетами начнут бомбить киев это же тоже шок был для всех вы знаете все таки мой вопрос касается того что светлого у вас осталось советского союза про негатив я понял это история трагическая история латвийского народа это понятно а вот что светлая осталось это молодость понимать молодость влюбленность любая влюбленность дети родились и и так далее вот это все друзья это и мои московские друзья и мои украинские друзья в киеве и других городах черневика одессы и так далее я снимался в разных студиях и московских и украинских и в одессе несколько картину больших ролях есть и на девженко я снимался и также и на мосфильме и так и в студии горького и на ленфильме так что я в этом смысле по поводу творчества ну то что и если вы человек я да я не могу ничего плохого сказать потому что я в основном занимался то есть те все предложения были связаны с классикой и так далее как вы реагировали когда в общении с людьми ставились какие-то имперские акценты вы это чувствовали по отношению к себе к латышам или такие разговоры не заводились то есть шутили может быть на эту тему ну шутили наверно здесь и хотели как уже рига тогда приближалась к миллионному городу и в миллионном городе надо было строить метро вот метро не построили не успели ну маленький народа хочет выжить понимаете и поэтому это так после такого такой постройки как метро останутся где-то 200 250 привозных людей которые не уедут в другой город строить метро останется здесь так вот это такая проблема поэтому здесь были построены много разных заводов так называемый военно-промиссионный комплекс где здесь не было ни сырья не и них не дешевой рабочей силы как вы понимаете да все было привозной а то есть я вспомнил эту историю людей привозили и символа латвийское правительство точнее говоря оппозиционеры были против постройки здесь метро из-за страха что сюда привезут 200 тысяч россиян ну или людей из других регионов я думаю что они не только это вы были против ну я думаю что там было и были какие-то цифры что вы здесь песчаная почва здесь значит надо очень глубоко рыть и там какие-то холодильники делать чтобы это не сыпалось и значит пока ты опустишь и покупать поднимаешь ты уже на троллейбус приехал уже давно вот поэтому не было там смысла это строить также как плотину хотели построить хотя энергетики считают что это надо было нужно на реке даугава уже три плотины есть четвертое еще тогда это не река система водохранилищ понимаете это и так далее но это все сработало тогда как минус властям здесь в латвии 30 35 процентов русскоязычного населения эта карта очень часто разыгрывается москвой защита русскоязычного населения у вас сейчас скоро снесут или демонтирует памятник героям второй мировой войны к памятнику освободителям риги в день великой победы возлагают председатель рижской думы нил ушаков чрезвычайный и полномочный посол российской федерации в латвийской республике александр альбертович вишняков я хочу вас все-таки вернуть вы не боитесь что вот эти опции русскоязычное население их притеснение как говорят москве снос этого памятника да может привести какой-то провокации и может быть разыграна и латвийская карта провокации может быть да да конечно это все оплачивается не каким-то и так далее я думаю что и наши местные русские все понимают что происходит чем вы объясняете очень высокий процент среди местных русских которые поддерживают путинскую политику ну это наверное чувство большей нации больше ничего и даже поэтому этот советский союз так дорог но они поддерживают но зона нашего влияния тут какие-то латыши придумали что это у них государство понимать и украинцы что придумали что это все наше вот в этом маленький величие это с этим вот империя чувствами империи и так далее но те которые сейчас в кремле никакие не романовы понимать совсем другие люди так что и претендует это небольшая кучка каких-то людей которые попали у власти и это у вас это раздражает военные люди понимаете я думаю что политикой должны заниматься люди творческие которые обсуждают приказ понимаете военные не обсуждают вот попал ты кстати ты даешь указ или приказы должно исполняться исполняться отсутствует созидание понимать и вот это меня тревожит то есть высокий процент поддержки путинской политики вы объясняете имперскими комплексами так да как с этим жить ну как нам придется все время думать об этом да хотелось бы думать огороде понимать детях каком-то светлым будущем то придется все время обороняться чего-то там и так далее русские в латвии если вот честно по чесноку это ущемленное сегодня сообщество или у них есть такие же права как у латышей вот честно у граждан у всех неважно какая у тебя национальности одинаковые возможности но закрытие русских школ это одна из опций которая сильно раздражает русскоязычное население как внутри так и за пределы понимаете ну я не знаю в россии за счет бюджета какой-то китайскую школу но русские это 35 а то и 40 процентов населения латвии ну я не знаю сколько китайцев россии меньше пока пока меньше пока да так что вот надо думать об этом да я знаю это что мы тоже платим но это самое но это больная тема или если тема уже прошедшая и не надо к ней возвращается вот как вы считаете года тоже вы тоже хотим выжить все понимаю это по моему тема и этого но и ты живешь здесь платье ну живи в германии я знаю такие уехали это момент когда не дали гражданство сразу уехали в германии ну а там они получили семь лет и серьезно на германском надо было все его но все вопросы ответить и и все ну как наши друг из лондона чечеваркин чечеваркин сказал ну я на то он говорит цитирую посмотрел это я предлагаю этим людям касать псковской области раду рядышком вот там небоскребы потрясающие дороги там японские туалеты там все есть гораздо ну шикарнее чем вообще в мире где-нибудь почему тогда не отправиться туда но вы же понимаете что со стороны россии будет продолжаться эта критика что там сотни тысяч людей русских русскоязычных не имеет доступа к образованию на русском языке за счет бюджета и эти кита критика будет высказываться и дальше вы спокойно к этому относитесь я не знаю но это же тема болезненная про нее все говорят мы же не можем делать вид что этого нет ну я понимаю что это но я тоже получу налоги понимаете я тоже хочу чтобы мои дети учились понимать на своем родном и мы находимся на своим на своей этно географической территории понимаете русский человек хорошо русский человек и родившийся здесь может стать президентом латвии когда-нибудь или это исключено нет но это не исключено не исключено что для этого нужно я думаю что похоже как в америке и в канаде если ты там родился и ну твоя история соответствует этому всему почему вы бы не только русский он может вы бы проголосовать еврей цыганов на среди евреи например нет ну наполовину он еврей хорошо вы вы проголосовали вы за русского человека который родился и вырос здесь который естественно хорошо говорит по-латышски чтобы он поднялся на вершину власть я конечно проголосовали у меня очень много русских друзей нет это понять с которыми у нас нет такие вопросы поэтому я так и немножко теряю хорошо ответить последний мой вопрос но я все-таки журналист подлюга вот я подлый человек и мне надо все равно спросить это так скажите вот русское сообщество и латышское это две параллельные прямые которые пересекаются или не пересекаются сегодня современной латвии я думаю что есть три до линии да то есть какие небольшая часть русского населения которые не пересекаются так и есть как который пересекается и есть латышка и какая-то тоже которая в общем в деревне живут и они не знают не какой-нибудь другой язык и просто они не общаются но только вот соседкой там поболтают и все если такие но процентуально сколько это я не знаю но вот эти три линии когда-нибудь сойдутся в одной точке и будет сильный общий поток или эти три параллели будут еще долго находиться в определенных друг другу дистанции я думаю что если все будут счастливы что маловероятно но но к этому стремится миру что-то будут уважать и друг друга и жить спокойно и и также счастливо совместно что-то делать и содержать как она и часто бывает а в чем причина на ваш взгляд вот вот этой диспропорции да почему вот не произошло объединение элиты если так можно сказать русскоязычной и латышской вот почему это не произошло почему это не происходит за счет обогащения друг друга есть некий такой сепаратизм я думаю что вот какая-то части русского населения здесь они ждут этого когда вернется советский союз ждут да ну поэтому и и предлагали давно уже некоторым которые были не граждане да ну вот дали такой паспорт и думали потому что они не выбирали не российское лес называется и не не местное никакой не вообще никакой граждан гражданство и значит они бесправны получать без документов и но я про российской по почему не выбрали спрашиваю вот они ждали когда вот придет большой начальник который скажет что вы тут позволили разрушили такую страну для рубля советский и деревянный большой процент населения не знаю по моему уже очень мало осталось с этими паспортами и чтобы как-то их оформить чтобы они могли куда-то поехать и вот таким такой паспорт не гражданин не гражданина да да ну это в переводе элис означает чужой да ну нет это не гражданину не граждане но те есть паспорт и просто не можешь участвовать на выборах выборах до голосовать выбора выбираться и голосовать и и потому что ты не выбрал гражданство это твое личное дело уж это так что они показывали это как какой-то ужас но это тоже это было но вот давайте попробуем все таки вы много раз были в россии советском союзе вы полчаса назад сказали что вы хорошо знаете русский путин владимир путин он типично русский или он особенный понимаете если бы был бы жив невзоров не невзоров немцов это было совсем другой россии понимать то есть путин для вас типичный русский или все-таки он эксклюзив для них нет не типичный нити пишет немцов для меня типичный немцов для вас типичные русские ну и типичный Ну, Россия — это не только русские, понимаете, это не только эти 15 республик Советского Союза, это все национальности живут и в России тоже, и полукровки разных народов и так далее. Все сибирские, азиатские народы, это очень неровная национальность, можно так сказать. Москва, сколько процентуально русских живут в Москве и так далее. Нет такой статистики даже. А вы были знакомы с Борисом Немцовым? Нет. Ну, просто вы произнесли его имя, я подумал, что... Я часто видела его по телевизору. Как вы отнеслись к тому, что одна из самых ярких и талантливых звезд российского кино и театра, Чулпан Хаматова, переехала в Ригу и теперь здесь живет и работает? Я с ней тоже не знаком. Я знаком только с тем режиссером, который работал с ней... Хелманис? Херманис, да, Алгут Херманис. Я с ним знаком уже давно. Я снимался с ним даже вместе, он был еще молодым артистом, потом он куда-то уехал и вернулся, и уже как специалист по режиссуре. Вам приписывают такую фразу. Актер Игорь Калныш не скрывает, что поведение Чулпана и других селебрити, резко сменивший образ жизни, ему неприятно. Да уж, уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках. Обрыдло мне все это, господин. Кто-то, не знаю, кто-то сочиняет мою прямую речь. Игорь, скажите, вот эти все разговоры вокруг Чулпана Хаматовой, которую якобы вы оскорбили режиссера Херманиса, чья это интрига и почему это направлено против вас, человек, который сдержан вообще в высказываниях и эмоциях по поводу коллег по профессии? Ну, просто какой-то говнюк сочиняет мои прямые речи, даже не чувствует вины в этом, да, и выставляет в интернет. Ну, я не знаю, это заказные какие-то дела, скорее всего, потому что я с Чулпана Хаматовой не знаком. Я, при том, никогда, нигде не выражался по поводу ее приезда, уезда и так далее по тем проблемам и так далее. Я уважаю эту актрису и тем более Лависа Херманис, которую я знаю уже, я не знаю, лет 40, с которыми я работал. Я уважаю этого режиссера, я как актера и так далее. Это свинство, понимаете? Это свинство пользуется моим каким-то именем, чтобы манипулировать наивными людьми и так далее. Цель ударить по вам или по Чулпан Хаматовой? Я думаю, что цель по им ударить. Мне-то, понимаете, как... Я как гусь, понимаете? Мне пофиг, обострется этот врун. Больше ничего. А как вы думаете, у русских актеров, таких как Чулпан Хаматова, если они сюда приедут, у них есть какое-то будущее, какие-то перспективы? Будет ли у них свой зритель? Наверное, если она приехала, я не знаю, как вот в Рижском Новом театре, это Латышский театр, там ставится. Ну, хотя сегодня и на разных языках ставят, и в национальных театрах. Ну, экспериментов очень много и разных. Ну, наверное, Херманис, знаете, как с ней? Я даже не знаю, у меня нет предложения. Но это хорошо, что она здесь ставит таланты, и люди, и хорошо, когда приезжают. Я думаю, что тот рынок, который здесь, если надо, можно так назвать, он, конечно, мелковат по сравнению с российским. Но дай бог ей удачи и успехов. Оппоненты или те, кто жестко осуждает агрессию, говорят, что вместе с русскими и отсекаем русскую культуру. Cancel culture. Есть такая фраза. Вот вы как относитесь к такому высказыванию, что все, после 24 февраля нам не нужна русская культура? Я не знаю, недалекие люди. Недалекие. Это, наверное, на какой-то эмоциональный, там, тот момент, когда, вот, 24-го, можно было такое сказать. Причем тут Пушкин, Лермонтов и так далее, Толстой и всего то, что мы называем русской культурой. Ну хорошо, а Никита Михалков, это русская культура? Это советская. Советская? Как вы к ней относитесь? Хотя он, нет, он талантливый актер и режиссер. У меня есть, по-моему, почти все его фильмы. Он поддержал Путина, поддержал войну, вы знаете об этом? Ну да, Путин поддерживает, он, ну, в Испании он живет, в общем-то, домик тоже у него есть там. Ну, чтобы он хочет на своем вертолете или там самолете кататься, поэтому он поддерживает, я думаю, что... Вы думаете, он поддерживает из прагматических и из-за материальных ценностей или это идеологические высказывания? Понимаете, не думаю, что это его убеждение. Не думаете, что это его убеждение? Имперскость – это не его? Ну, если такая разница между братьями, я... Андрей Кончаловский, ему задавали вопрос, по-моему, тот же Гордон, да, там про Ельцина, там про Путина был разговор. Он говорит, ну да, что вот Путин собрал это все, вот распускали, там расторговали, пропили там что-то. Им говорят, да, Путин собрал и тут же вернулись в средневековые. Оба брата поддерживают Путина, вы же это знаете. Оба, да. Ну, я не знаю, я слышал такое... Ну, так же, значит, они поддерживают... Ну, дай бог, чтобы они кином занимались. Вы, если Никита Михалков вас пригласит сниматься, пойдете? Ну, я обдумаю такое, да, предложение, странно, да. Обдумаете? Понимаете, я думаю, даже придется и нашим политикам с таким неудобным партнером, как Россия, вести переговоры через какое-то время и так далее. И весь мир должен будет, так что я готов на неудобные там тоже переговоры. То есть вы компромиссный товарищ, правильно я так понимаю? Ну, я... Ну, как сказать... Ну, есть какая-то планочка моей совести, в которую я не перехожу. Я много отказывался... Вы сделали фантастическую карьеру в советском кино. Я не знаю, вам это приятно или неприятно, но пленка есть, фильмография есть, в Википедии, все это написано. Как вы восприняли развал Советского Союза? Ну, эта экономическая система должна была развалиться. Вы радовались? Ура, мы свобода. Или не очень это хорошо, потому что в одной семье жить лучше и выгоднее практически? В моем таком кругу, наверное, можно сказать, никто... Все думают, что так... Моя мама сказала, что это все развалится, ты что? Она умерла в 1982 году. Вопрос, танцевали ли вы от радости после развала Советского Союза или грустили? Вот и все. Нет, я с юмором... С юмором, это все? Думаю, никто не переживал, слава богу. Потому что жить железной занавесью, это сейчас детям надо долго рассказывать, что это такое. Ну, хорошо. Была знаменитая акция «Балтийский путь», когда 2 миллиона человек выстроились на 600 километров, взялись за руки, чтобы сказать всему миру, что мы хотим жить отдельно, без Советского Союза. Да, я тоже... Вы принимали участие в этой акции? Да, я принимал. Уже в Риге я не нашел, я на машине, у меня был такой Жигульонок, я на каком-то десятом километре по Псковскому шоссе уехал, и там была дырышка. Мы остановились, у нас было несколько, и встали. Это от души было? Ну, конечно. Это был такой, ну, как праздник песни и пляски у нас вот такой, аж 4 года, в следующем году. Но вы никогда не были гражданским активистом, который бы всегда говорил о том, что Латвия должна быть независима, и что мы хотим жить без СССР. Вы не проявляли вот эту инициативу, как человек, как гражданин? Я принимал, ну что, я родился в это время, понимаете, я родился после войны, уже в Советском Союзе. Но с красным движением я ничего общего не имею, потому что мне мама сказала, пока мой брат сидит в Орхуте, ни за что. Он там, ему дали 20, вот так и не понял, за что, и 11 он отсидел, и он вернулся при Хрущеве. Вы знаете, вот это все дела. Отпускали людей, он говорит, нет, состава преступлений, поезжай домой. 11 лет в тюрьме с криминалами. И тогда, он пока, он говорит, там вы с братом тут с красными этими галстуками по дому ходить не будете. Я в школу сказал, я не хочу быть пионером. И там еще кто-то там, я не знаю, и так несколько человек было без галстука, а весь класс взяли в пионеры. А мы не были. Вы комсомольцем не были, я считал. Тоже не был, да. Потому что я работал с 14 лет, стал работать в вечерней школе учился. Там все свои ячейки эти комсомольские имели в рабочем месте. И там таких, не помню, что каких-то комсомольцев там какие-то совещали в школе вечерней. Но, когда я закончил уже консерваторию, стал работать в театре, у нас был отдел кадров, она вызывает. Мне говорят, слушай, Кавнич, почему ты не хочешь, то есть не выявляешь желание учиться в университете марксизма-ленинизма? Я говорю, как я даже не знал, что такое есть. Я мечтаю об этом. Ну вот иди завтра. И у нас несколько молодых артистов, чтобы нас подковать как-то, ну, что мы были достойны внести гордое слово советский артист, отправили в этот университет дурацкий. Я смотрю, там те же педагоги, которые в консерватории мне преподавали, там просто еще какую-то зарплату имеют. Ну и мы бросили, там несколько раз пошли, там надо было утром перед репетицией, знаете, везти туда в 8 утра и слушать какие-то лекции. Ну, об искусстве ничего, там об экономике какой-то, там, я не знаю, уже нам темы неинтересны. И через три года в театр пришел какой-то гаврик, и меня позвала еще пара артистов, которые были достойны уже нести вот это гордое слово, принесли диплом. Он сказал, вот, вы закончили университет марксизма-ленинизма. Почему вы не переехали жить в Питер или в Москву? У вас было море работы, кастинги рядом, режиссеры рядом, и всегда можно быстренько пойти попробоваться. Своим самоваром ездить туда. Вы имеете в виду семью, а семья бы не поехала бы. Не, ну, ситуация была такая, и не было, может быть, таких каких-то предложений, ну, что, ну, точно. МХАТ, БДТ, Товстоногова, Чайка, Гамлет, двухэтажный особняк, и что-то такое, такого не было. А, то есть, не было голливудского предложения. Да, да, да. Ну, не было такого, да. Ну, это можно было и безделать, да. Зачем? Там, скажем, в Москве. С каким чувством вы сейчас вспоминаете фильм «Театр», который сделал вас настоящей большой советской звездой, где вы сыграли главную роль Свия Артмана? Какие у вас сейчас ощущения? Ну, это для «Мадам» был бенефисный фильм, и… Ну, то есть, это были лучшие времена, хорошие времена, или это было начало, старт? Как? Что это было? Ну, да, это не первая моя картина была, я уже был такой довольно, как сказать, много сыгравший уже и в театре, и в кино что-то. Ну, это такой, да, был заказ центрального телевидения, так как тогда, и это имел в фильмы большую аудиторию, и самое главное, получился этот фильм. Режиссер там попал, по-моему, в десятку, и по отбору актеров, и музыка потрясающая, там, по-моему, там прекрасные три темы написал Раймонд Пауз. Ну, все там, и роман чудесный, и я знал творчество Моэма, но и сценарий был написан не хуже, чем этот роман, по роману, как сказать. И я потом смотрел картину Иштвана Савва, такой голливудский вариант, когда он уже эмигрировал в Америку. Ну, мы, по-моему, никто не закомплексовали особо. Вы часто играли в советских и российских фильмах, и иногда вас переозвучивали из-за акцента, да? Вам это обидно или это нормально, потому что... Ну, да, обидно, потому что я, ну... Это же другая эмоция. Ну, естественно, да, и я-то знаю, что я о том думаю, и чувствую, и так далее. Обидно. Теряется иногда, да. Ну, я сам виноват, потому что надо было выучить без акцента, чтобы он мог сам озвучить. И я только когда уже в театре стал, то есть спектакли играть на русском языке, я стал заниматься русским языком так всерьез. Латыши, они говорят на акценте, это вполне гармонично и естественно. Акцент, кстати, красивый. Они это подчеркивают специально или так получается? Это получается, я думаю. Например, грузины, грузины, у них тоже шикарный акцент, но они подчеркивают, что они грузины. Вот я не знаю, подчеркивают ли. Но они подчеркивают, а латыши подчеркивают? Я думаю, не подчеркивают. Все стараются без акцента, но не получится. Мне немножко по-другому к этому относимся. Поэтому все другие языки тоже учат. Вот мои дочери, да, вот моя первая жена, которая родилась на Дудинке, где-то там, Усть-Порт, она, нет, у нее по-своему, Усть-Порт, я не знаю, где-то находится. Я был там в Дудинке. Ну, Дудинка. Это недалеко от Норинска. Да, да, да. Вот она где-то там, их просто выбросили, берег Енисея, Заполярье. Ну, жуткий край. Она говорит без акцента. Она на двух языках, абсолютно. Потому что она первый класс закончила еще в Красноярске. И потом они не вернулись при Хрущеве, их сказали, вы тоже можете. Там же отняли паспорта, как будто они сами захотели приехать. Вы знаете эту историю, нет? Скотских вагонах 14-го до начала войны вывезли отсюда. И 22-го только началась война. И они были в дороге. Когда они вышли из этих вагонов, сказали, эти виноваты, что война наживалась. И спускали их по Енисею на выживание. Просто было прямо на барже. Ну, они важны. Это страшная история депортации людей. И вот она имела вот такую возможность. Я всегда завидовала. И она без акцента говорила. И сейчас у меня дочка, 20 лет ей скоро будет. Не было места в садике. Ну, мы обошли там нескольких садиков и нет. Говорит, в одном садике, только в русской группе есть место. И мы говорим, давай. Вы дали добро. Ну, а там все на русском языке. Русские дети. И потому что в латышских группах тоже русские дети. И я обрадовался. И через пару лет она без акцента говорила русский. Ну, потом вот перед школой, чтобы она освоила латинский, она кириллицу уже знала. Вот латинский вот этот наш алфавит, ее учила. Она пошла вот перед школой. Она уже пошла, то есть последние годы она в латышской группе работала. То есть шла. И вот так дети уже знали всем лет им по два языка. Что вы еще не сыграли и вам очень хочется сыграть? У меня уже нет никаких амбиций. Я уже, как сказать, довольно древний человек. Я так много сыграл. И во время пандемии я посмотрел то, что у меня дома есть. И то, что я приобрел на Горбушке или на Брайт. Там тоже такая лавочка, где левая продукция продавалась. И поскольку у меня не было никаких почти моих фильмов на CD, были какие-то ВХС, это все уже в прошлом. И я приобрел какие-то, чтобы детям показать, чем папа занимался, когда его нет дома. Ну и, понимаете, я не все посмотрел, но большинство это все можно аккуратненько собрать, понимаете, так упаковать и все выбросить. И потому что мои дети имеют и занимаются такими технологиями, которые просто смешно им показывать это. Ну, последний вопрос, если можно, короткий ответ. Если вам дадут ластик и скажут стереть из вашей биографии какие-то страницы или фильмы, вы бы воспользовались этой опцией или отложили бы ластик, сказали бы, ничего менять не буду? И советское... Нет, там нечего менять, да. Нечего менять? Я не... Ну, мне так кажется, потому что я не все знаю, я никому не должен. Я никого... Сплетнями не занимался, я никому палки в колеса не ставил. И если ко мне плохо относится кто-то, так я это просто не знаю, наверное. И... Я им и желаю удачи. Вы человек счастливой судьбы. Я не жалуюсь, да. Я благодарю Всевышнего за то, что я имею, и мои дети пусть будут здоровыми. Спасибо вам за общение. Моим гостем был актер Ивар Калниш. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...